Информационный час на телеканале Саратов 24. О главных событиях региона расскажу вам я, Анна Антонова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Из аварийного в недоаварийное. В нашу редакцию обратились участники программы по переселению из аварийного жилья. Семья не видит большой разницы между новой и старой квартирой. Не садись за руль нетрезвым. В Саратове сотрудники ГИБДД провели масштабное профилактическое мероприятие. Без погони не обошлось. Каждый раз рискуют здоровьем по пути домой. В нашу редакцию поступили десятки обращений о плачевных последствиях вскрышных работ. Что может помочь в решении проблемы, обсудят эксперты в программе «Прямая речь» сразу после выпуска новостей. Сохранить исчезающее. Воспитанники Энгельской школы вместе с главой региона выпустили в Волгу тысячу мальков стерляди. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о договоренности с турецкой стороной о возвращении шестилетней дочери Сергея Уханова на родину. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства Чечни. Ранее Сергей Уханов обратился к главе Чечни с просьбой помочь вернуть дочь Лизу, которая была задержана вместе с матери и ее гражданским мужем с поддельными паспортами в Турции при попытке пересечь сирийскую границу. Дедушка девочки сказал нашей редакции, что сам пока находится в неведении. Дозвониться до сына папы шестилетнего ребенка он не может. Мы будем следить за развитием ситуации. Нет пьянства за рулем. Сотрудники городской автоинспекции провели профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель». Ночью инспекторы ограничили движение по проспекту энтузиастов и всех, кто был за рулем, проверяли на состояние опьянения. Что думают о таких акциях водители, я узнала сама. За моей спиной вы видите яркий свет проблесковых маяков машин ДПС. Здесь целый патруль таких. Дело в том, что сегодня проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Вы можете увидеть, что по свободной полосе проезжают общественный транспорт, машины, такси. Это позволяет избежать пробки. Среди инспекторов ДПС работают также и дружинники ГИБДД. На каждом из них вот такие светоотражающие жилеты, но и также удостоверение дружинника. Здравствуйте. Дорожный патруль дружинчайник. Как смотрится? Нормально? Нет. Чтобы закрепить профилактический эффект, водители выдают еще и памятку. За вождение в нетрезвом виде сейчас грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком от полутора до двух лет. Но несмотря на строгое наказание на дорогах, все еще встречается немало нарушителей. Проблема нетрезвых водителей и вообще безответственного вождения и стала причиной создания дорожного патруля. В Саратовской области он появился в декабре 2016-го. Это небезразличные люди к отношению к обществу, которые видят, что пьяный водитель может натворить, принести смерть окружающим и себе, в конце концов, травмы какие-то нанести. Поэтому сюда приходят люди и участвуют в этом проекте для того, чтобы выявлять вот такие какие-то моменты. Впрочем, самостоятельно дружинник задержать нарушителя не может. Его обязанность лишь помогать инспекторам ДПС. Именно им необходимо рассказать о выявленном нарушении, чтобы задержание прошло по всем установленным правилам. При выявлении опьянения у водителя при остановке транспортного средства, он отстраняется от управления его и ему предлагается пройти освидетельствование на состояние опьянения. Если такие признаки выявляются, то составляется административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Иногда свое странное поведение, подозреваемые в вождении в нетрезвом виде, объясняют плохим самочувствием. На этот случай, чтобы вовремя оказать необходимую помощь, в месте проведения профилактического мероприятия дежурит карета скорой. Я вообще сначала думал, что-то случилось. Говорят, нетрезвый водитель. Ну правильно. Будут меньше пить, будет меньше аварий и меньше будут жертв. Я только за. Не поддерживаю это все. Так-то нормально, только домой опоздаем. Да, в партнер. А вот и первый нарушитель. Мужчина спокойно останавливается и даже добродушно соглашается на освидетельствование. Хотя состояние водителя очевидно. Так вот получилось. Вы что думаете по поводу этой акции? Хорошая акция, да. Правильно? Да, по 100%. Больше не будете пеном? Больше я тебе не скажу. Пока проходит освидетельствование одного нарушителя, врасплох сотрудников ГИБДД застают другое, а точнее двое. На мотоцикле они насквозь приезжают мимо и дружинников, и инспекторов ДПС. Что ж, как мы видим, водители по-разному реагируют на проверку. Кто-то говорит, что это очень полезная акция, кто-то с недовольствием останавливается. Уже за сегодняшнюю ночь обнаружили двоих пьяных. Один из них согласился пройти освидетельствование, другой же проигнорировал инспекторов и проехал. Сейчас за ним организована погоня. Такие погони, к сожалению, в Саратове не редкость. Всего за минувшие выходные их было три, и две из них с печальными результатами. Один из пытающихся скрыться врезался в забор в заводском районе, а в районе Увека пьяный водитель вылетел в кювет. Не радует и общая статистика нетрезвых за рулем. Всего за выходные было задержано 17 нарушителей. Анна Антонова, Алексей Фенин, Саратов, 24. Поменяли шило на мыло. К нам в редакцию обратилась семья, участница программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Люди возмущены предложенной квартирой, ведь, как они утверждают, она мало чем отличается от старой. Наша съемочная группа попыталась найти 10 отличий. В свою небольшую ветхую трешку на окраине заводского района Дмитрий Сложеникин заходит с опаской. Говорит, в заброшенном доме каждую минуту рискуешь получить травму. Стены, ступеньки и потолки старой двухэтажки уже давно дышат на ладан. Огромные куски штукатурки, того и гляди, упадут на голову. Вот в ванну можно пройти. Это опасно для жизни и здоровья, мне кажется. Вот, то, что в ванне находится, все, что было на крыше, соответственно, находится в ванне. И так в каждой комнате. Дом, в котором Дмитрий прожил с родителями порядка 20 лет, перестал быть крепостью еще в конце 90-х. Поначалу, говорит парень, своими силами пытались поддерживать состояние. Латали посыпавшуюся штукатурку, перекрывали крышу, чтобы не затопило дождевой водой. Но уже в 2011 году поняли, что вкладывают деньги в пустую, при том, что жилье муниципальное. Собрав целую папку документов о непригодности жилья, Сложеникин и через суд стали добиваться переселения. Вот, решение суда есть, пожалуйста. Вот, подавали в заводской районный суд, направляет копию решения, вот, гражданскому делу. То есть, пожалуйста, установил туда-сюда, то, что признать аварийным и так далее. Значит, само решение откроем. Обязать администрацию муниципального образования, город Саратов, предоставить Сложеникину Наталье Викторовне на семью из четырех человек Сложеникина, Дмитрия Александровича, Дарья Александровна, Федоту Ольгу Валерьевну, благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Исполнение судебного решения пришлось ждать несколько лет, но уже на съемной квартире. За это время полуразрушенный дом облюбовали подозрительные личности, а законные жильцы уже и перестали верить в справедливость. Но в один прекрасный день в почтовом ящике появилось письмо с предложением забрать ключи от новенькой квартиры. Обрадовались, думали, наконец-то предоставили жилье. Считаю, прошло сколько времени, вот, начиная с 2014 года решение суда, то есть через три года, можно сказать, обрадовались, что она вспомнила, как-то государство позаботилось. Но не такого обещанного семья ждала три года. Из аварийного двухэтажного дома в заводском районе семью переселили в нечто похожее, но уже в Ленинском. Добраться до жилья, говорит Дмитрий, оказалось нелегко даже по навигатору. При том, что искали дом вместе с представителями Общероссийского народного фронта. Его эксперты и заставили администрацию зашевелиться и найти квадратные метры для семьи. Но жилая площадь, по их словам, оказалась далеко не жилой. Согласно жилищному кодексу, квартира должна предоставляться пригодной для проживания. То есть в ней должна быть сантехника, электрика. Все должно быть в рабочем состоянии. Если к дому подведен газ, значит газ также должен быть подключен и работать. И должен быть социальный ремонт. Это все в квартире, в принципе, отсутствовало. Вместо благоустройства – пошарпанные стены. Мусор в квартире, грибок и антисанитария, на которую жалуются даже старожилы дома. Я утром только встала с постели, у меня все ноги черные были в этих блохах. И прям вот все ноги, вон даже еще красные пятна не прошли. За 40 лет, говорят местные жители, дом, построенный в 70-е годы, ни разу не ремонтировался. Управляющая компания лишь исправно собирает с жителей дома деньги за неисправные коммуникации. О том, что двухэтажка требует внимания, в городской администрации знают. На баланс муниципалитета дом перешел не так давно. На текущий момент он не признан аварийным, но требует капитального ремонта. Об этом есть техническое заключение. И согласно принятой, уже принятой программе, в ближайшее время, осталось полгода, в 2018 году там будет проведен капитальный ремонт. При этом будет отремонтирована и квартира, которую предложили переселенцам. Однако переезжать в нее сейчас семья Сложеникиных отказалась. В ожидании достойной жилплощади они вернули ключи в администрацию. Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Давно требуют ремонта саратовские подземные коммуникации. Многолетняя проблема тянет за собой другую. Из-за регулярных вскрышных работ ремонт дорог в городе оказывается бессмысленным. Как изменить эту ситуацию, разбиралась моя коллега Мария Смирнова. Сейчас она готовит к эфиру программу «Прямая речь». Здравствуй, Мария. Как проходит подготовка выпуска? Анна, приветствую. Рискуя здоровьем и оборудованием, журналисты телекомпании «Заратов-24» прошли маршрутом городских раскопок. Чтобы попасть в подъезды собственного дома, жителям по улице Соколова приходится балансировать по самодельному деревянному мостику. В центре двора коммунальщики вырыли огромную яму. Десятки обращений о разрытых дорогах поступают в редакцию телекомпании общественным ревизорам ежедневно. Ситуацию со вскрышными работами в регионе назвали чрезвычайной. Даже предложили создать чрезвычайную комиссию. Как она поможет в решении многолетней проблемы, выясним сегодня в программе «Прямая речь». Гостями студии станут руководитель проекта «Дорожный контроль» Вадим Рогожин и главный инженер предприятия «Саратовводоканал» Павел Белобров. Смотрите программу «Прямая речь» сразу после выпуска новостей «Саратов сегодня». А прямо сейчас из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области на связь со студией выходит Станислав Жижин. Он расскажет о происшествиях на территории региона за минувшие выходные. Стас, приветствую, тебе слово. Приветствую, Анна. И начну с происшествий на дорогах региона. В Саратове за минувшие выходные двух женщин сбили автомобили. Транспортными средствами управляли молодые водители. Об этом сообщает городская автоинспекция. Так, в субботу ДТП произошло в 11.30. На проспекте 50-летия Октября пострадала 26-летняя девушка. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда ее сбило Деонексия. Пострадавшую с травмами госпитализировали в лечебные учреждения. Накануне в заводском районе УАЗ-2109 сбил 71-летнюю женщину. ДТП случилось днем на Новоастраханском шоссе. 27-летний водитель девятки не справился с управлением и сбил пенсионерку. С ранениями ее госпитализировали в больницу. В минувшие выходные пострадали на дороге и сами медики. В заводском районе машина скорой помощи попала в ДТП. По информации городской автоинспекции, из двора дома на Крымской 6 выехал Шевроле, за рулем которого находилась женщина. Водитель иномарки не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи. От удара скорая упала на бок, пострадали два пассажира и фельдшер, находившиеся в УАЗе. В Пугачеве Саратовской области 21 июля едва не произошла трагедия. Местному жителю, оказавшемуся за перилами балкона, потребовалась помощь спасателей. Он находился на третьем этаже дома по улице Топорковской. Об этом сообщили очевидцы, одним из которых оказался начальник подразделения, находившийся в отпуске. Он застраховал гражданина веревкой и вместе с подоспевшими сотрудниками доставил пенсионера на землю. И теперь о пожарах. Возгорание в заводском районе унесло жизнь семилетнего ребенка. Трагедия произошла по адресу 1-й Белозерский проезд. Там горел сарай. После ликвидации огня пожарные обнаружили на пепелище тело ребенка. По словам соседей, мать погибшего вела асоциальный образ жизни. Ребенок часто оставался на улице, тогда как женщина после ночных загулов ложилась спать. Обстоятельства, при которых произошел пожар, будет выяснять испытательно-пожарная лаборатория и следователи. Всего за минувшие выходные в области произошло 11 пожаров, из них 4 в Саратове. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Анна, тебе слово. Спасибо, Станислав. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие выходные. А прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Далее вы узнаете, как оформить больничный лист без бумажной волокиты и о том, насколько подорожает бензин с 1 сентября. В год экологии в Чердыме прошел экологический праздник. В нем приняли участие дети из Энгельской школы-интерната номер один. Они подготовили выставку работы, поделок на тему экологии и природы Саратовской области. В свою очередь ученые-эктеологи рассказали ребятам о видах рыб, которые обитают в Волге. По их словам, раньше в Волге было много рыб, которые сейчас занесены в Красную книгу и считаются исчезающими. Например, стерляди. Вид осетровых они исконно обитали в региональном Волжском бассейне. Но из-за множества плотин численность этой рыбы сократилась. Именно поэтому воспитанники Энгельской школы вместе с главой региона Валерием Радаевым выпустили в реку тысячу мальков. Они выросли в специальных питомников для увеличения популяции. Мы сегодня сделали очень хорошую акцию. Я думаю, что у каждого ребенка здесь останется на всю жизнь просто память. Потому что в год экологии мы провели такое мероприятие. Теперь понимаем, что в Волге стерлядь водится. То есть главные рыбы, которые отражаются на гербе Саратовской области, мы вот такую акцию с вами провели. Поэтому я благодарен ребятам, благодарен руководителям, организаторам, что сегодня нашли возможность. И мы с вами сделали доброе дело. В год экологии. По словам Валерия Радаева, акция носит и просветительский характер. Ребята готовились, изучали породы волжских рыб. А благодаря такой акции смогли внести свой вклад во возобновление численности рыб ценных пород. Всего в этом году по поручению главы региона в Волжский бассейн будет выпущено более миллиона мальков рыб ценных пород. В Саратове отметили день рождения Николая Чернышевского. В честь этого события уже завтра в музее-усадьбе революционера снова зададутся вопросом, что делать. На этот раз в виде необычного спектакля. Ну а сегодня вместе с поклонниками в изложении цветов к мемориалу писателя принял участие Александр Блонский. Мне очень любопытно знать, через 189 лет придут так же, как мы сегодня на кладбище люди, для того, чтобы почтить его память. И вы знаете, у меня один ответ – да, придут. Потому что Чернышевский и сегодня актуален. Цветы в руках и внутренний свет на лицах взрослых и детей. В этот июльский полдень в Саратове вспоминают выдающегося земляка – великого мыслителя, ученого и журналиста. Когда-то за ним закрепилось определение «революционный демократ». Но оно не исчерпывает заслуг человека, который на исходе жизни написал о себе. «Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее». Его труды ценят не только историки, филологи и философы, но и представители реального сектора экономики. Те экономические труды, те вещи, которые он, так скажем, развивал и пытался двигать при царской власти, и за что, в принципе, пострадал. Это было дорогого стоило. Очень многое, как уже и говорилось, с нашей жизнью идет в параллель. И очень доброго, положительного и правильного и понятного можно взять из его произведений и реализовывать сейчас в наше время. По мнению пришедших отдать дань уважения Чернышевскому, он, как действительно большой и разнообразный мастер слова, достоин того, чтобы его перечитывали снова и снова, в каждом возрасте открывая для себя что-то новое. Особенно важно познакомить с его идеями молодых. Мне очень хочется сказать слова благодарности нашим сотрудникам музея, которые чтят память Николая Гавриловича Чернышевского. И не просто ее хранят, они ее копят и передают нашей молодежи. Я считаю это очень значимо и важно. Очень здорово, что сегодня сюда пришло много молодежи, родственники Николая Гавриловича. Ну и, конечно, мы не могли пропустить это мероприятие. Я думаю, на следующий год, в юбилей, здесь будет гораздо больше людей. И Саратовская область с достоинством активно, как мы умеем, встретить этот праздник, этот юбилей. А сегодня была только репетиция. Действующие и, возможно, будущие народные избранники, представители творческих профессий и практики от промышленности, пожилые и юные. Для всех тех, кто с симпатией и интересом воспринимает демократический идеализм Чернышевского, торжества по случаю очередной даты со дня его рождения продолжатся в течение двух дней. Александр Блонский, Максим Пустовалов, Саратов, 24. В сентябре ожидается рост розничных цен на бензин. Подробнее об этом, а также о других новостях страны в дождя те события. Депутаты Государственной Думы завершили весеннюю сессию. Свыше 400 законопроектов было принято, и ни один не возвращали на доработку Совет Федерации и президент. С таким уровнем качества эксперты связывают и возросшее доверие избирателей. Так, 46% россиян положительно оценивают работу в Государственной Думе. Таковы итоги опроса, подготовленного экспертно-аналитическим центром президентской академии к окончанию первого года деятельности нового созыва депутатов под председательством Вячеслава Володина. Исследователи отмечают, что Госдума повышает свою влиятельность в политической жизни страны и одобрение ее деятельности увеличивается. Наиболее важными законопроектами, принятыми Госдумой в 2017 году, россияне назвали закон о реновации жилья, о группах смерти, о декриминализации домашнего насилия, о защите прав дольщиков. На очень высоком уровне находится узнаваемость Вячеслава Володина. 83% от опрошенных знают, что он является председателем Государственной Думы. Поддерживают его деятельность. На этом посту 78% россиян. Рост розничных цены бензина в России ожидается в сентябре. При этом по итогам второго полугодия он не должен превысить 1%, считают аналитики. Удорожание бензина и дизельного топлива остановилось в июле текущего года. Последние две недели месяца в регионах России наметились тенденции к сохранению цены на топливо на одном уровне. В ряде регионов автомобилисты заметили даже незначительное снижение стоимости бензина. По подсчетам аналитиков, в денежном выражении рост розничной цены на 1% составит примерно 37 копеек. Главным фактором удорожания горючего традиционно является стоимость мировых цен на нефть. Лидерами по распространению ВИЧ в России являются Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе молодежного образовательного форума. По ее словам, у нас две эпидемии – наркомания и ВИЧ-инфекция, которые совпадают географически. При этом Попова отметила, что не видит оснований для введения обязательных анализов на наличие ВИЧ при поступлении в ВУЗ. Напомним, по данным Федерального Минздрава, в России 860 тысяч ВИЧ-инфицированных, а по информации СПИД-центра – 2 миллиона. Программу телеканала «Саратов-24» отметили на всероссийском конкурсе. Выпуск «Законный интерес. Территория мусора» получил специальный диплом управления Министерства юстиции России по Саратовской области. Награждение проходило в рамках закрытия конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права». Руководители ведомства высоко оценили работу нашего корреспондента Жанны Марченко и оператора Вячеслава Соленкова. В августе прошлого года съемочная группа подготовила репортаж о проблемах села Ленинское Энгельского района. Много лет местные жители страдают от огромной несанкционированной свалки. Люди задыхаются в собственных домах, боятся использовать воду из крана, опасаются за здоровье детей. В отчаяние активисты обратились в прокуратуру, которая тоже вступила в борьбу за чистый воздух. И наша съемочная группа стала не только свидетелем, но и помощником в этой борьбе. Мы постарались сделать все для того, чтобы проблема этой ужасной мусорной свалки стала не только проблемой этого маленького поселка, но чтобы они узнали во всей области. Потому что часто, когда есть широкий общественный резонанс, как правило, есть и активные действия. Как со стороны нарушителей, так и со стороны органов власти. На сегодняшний день можно смело сказать, что все виновные привлечены к ответственности, а новый мусор на свалку не вывозят. Напомню, что программа «Закон и интерес» – это совместный проект нашего телеканала и прокуратуры Саратовской области. В объектив камеры попадает то, что люди в форме обычно оставляют за кадром. Это опасные рейды, громкие судебные процессы, эксклюзивные интервью с нарушителями закона. Новый выпуск, в котором расскажем об инвалиде-колясочнике, который уже 30 лет живет в аварийном бараке, смотрите сегодня в 20.45. Поселок «Родные просторы» отметил очередной день рождения. Для гостей праздника организовали развлекательные площадки и зоны отдыха. Отличное настроение вместе с жителями «Родных просторов» разделила и наша съемочная группа. Только не в Ленинграде, а в Саратове. Вот так весело поселок «Родные просторы» вместе со своими жителями отмечает очередной день рождения. «Родные просторы» – это современный закрытый поселок с охраняемой территорией. Он расположен недалеко от пересечения Усть-Курдюмского тракта и Саратовской объездной дороги. Сейчас на въезде установлена стела-поселка. Теперь уж точно никто в Саратове не станет спрашивать, что такое «Родные просторы» и где они находятся. Главное преимущество поселка – отлаженная инфраструктура. Проживаем мы в поселке уже больше, наверное, пяти лет. Очень нам нравится. Больше всего нравится то, что инфраструктура выстроена довольно-таки хорошо. И самый момент главный – то, что спорт. Так как дети ходят на спортивные занятия. В прошлом году мы ходили на плавание и на теннис. А в этом году у нас прибавилась еще одна опция спортивная. Это у нас пилатес и аквазумба. Что нам, взрослым, очень нравится. Посещаем пилатес с большим удовольствием. Утро начинается не просто с чашечки кофе, а еще и с приятной такой зарядки пилатеса. Когда поют птички, очень приятно это. Действительно, в распоряжении жителей есть все необходимые объекты социальной инфраструктуры. Например, на улице расположилось сразу два подогреваемых бассейна. Один из которых – большой плавательный. Другой – Арктик-спа с профессиональным гидромассажем и сауной из канадского кедра с инновационным оптоволоконным освещением. А также теннисный корт, волейбольные, спортивные и детские площадки. Для детей на стадионе на постоянной основе ведутся тренировки по футболу, плаванию и теннису. Футбольная сборная родных просторов уже провела ряд встреч с другими командами. Ежегодно жители поселка собираются вместе для того, чтобы отметить традиционный день рождения родных просторов. Для всех гостей праздника организован банкет, а поддерживают отличное настроение музыкальные и танцевальные коллективы. Веселые конкурсы с ценными призами, живые статуи, мастер-классы, аквагрим и даже небольшой контактный зоопарк не давали заскучать ни взрослым, ни детям. С каждым годом в родных просторах появляются новые жители. В этом году поселок стал больше на 24 дома. Общая площадь родных просторов превысила 62 гектара, а всего будет построено более 450 домов. Уже сейчас полностью благоустроен бульвар с фонтаном, а в будущем будет создана огромная парковая зона, которую жители родных просторов смогут использовать для прогулок и пикников, не покидая территорию поселка. Нина Цапайкина, Алексей Фенин, Саратов, 24. А прямо сейчас мы расскажем вам о курсе валют от Газнефтьбанка. Курс валют представляет АО «Газнефтьбанк». Покупка евро сегодня в Газнефтьбанке 69 рублей 30 копеек. Продажа 70 рублей 40 копеек. Доллар «Газнефтьбанк» покупает за 59 рублей 50 копеек, продает за 60 рублей 50 копеек. Курс валют действует на данное время. В течение дня курс может изменяться. Телефон в Саратове 34 00 41. Информационный час на телеканале «Саратов-24» не заканчивается. Эфир продолжит программа «Прямая речь». Тема выпуска – плачевные последствия вскрышных работ и возможное решение наболевшей проблемы. Ну а я, Анна Антонова, прощаюсь с вами. До скорой встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok